Прогнозы – глупая и опасная штука. Они много говорят о предсказателе, но совершенно ничего о будущем. Поэтому я не буду делать прогнозов. Я лишь скажу, каким наилучшим образом приготовиться к будущему на основе имеющихся данных и пофантазирую, во что эта подготовка может вылиться. Если вам понравится видео, не поскупитесь на лайк, а может даже и на подписку. Чем черт не шутит? Я ценю ваше внимание и постараюсь его оправдать. Что ж, к делу. Мир оцифровывается. Пандемия и самоизоляция стали сильным пинком для многих отраслей перейти, хотя бы частично, в онлайн. Онлайн – это идеальная почва для цифровых технологий, которая легко заменяет людей во многих профессиях. Добавим начинающийся экономический кризис из-за остановки предприятий, а следовательно, стратегию компании по сокращению издержек и максимальную экономию и получим массовую замену дорогостоящих и не всегда эффективных человеческих ресурсов на искусственный интеллект или доступные технологии с невероятно стремительным темпом. Согласно концепции Кай Фу Ли, инвестора и автора книги «Сверхдержава и искусственного интеллекта» «Китай. Кремниевая долина. Новый мировой порядок», кстати, советую почитать, в зону риска попадает деятельность, которую можно разложить на простые алгоритмичные задачи. Например, операционная работа бухгалтера. Отфильтровать, выгрузить данные, сверить с документами, распределить данные по счетам и контрагентам, сделать отчет. Это все может выполнить алгоритм, причем гораздо быстрее и с меньшей вероятностью ошибок, чем его белковый товарищ. Также в зону риска попадают страховщики, водители грузовых машин, переводчики средней квалификации и так далее. Однако технологии не всемогущи. Кое с чем они справляются хуже людей. Потому степень неуязвимости профессии можно определить с помощью ответа на два вопроса. Насколько деятельность социальная, то есть требует человеческого общения, и насколько среда деятельности структурированная или непредсказуемая. Также в зависимости от специфики труда, умственного или физического, второй вопрос может быть уточнен. Для белых воротничков требует ли задача творческого или стратегического подхода, а для синих воротничков требуются ли особые специфические навыки. Так мы получим четыре зоны. Зона риска, зона постепенного перехода, человекоориентированная и безопасная зона. Зону риска мы уже рассмотрели, поэтому поговорим про остальные. Зона постепенного перехода, или ее еще называют медленного повышения риска, характеризуется разнообразием деятельности, отсутствием шаблонности и абсолютной структуры для ряда задач, с малой необходимостью взаимодействия с людьми, что позволяет внедрять частичную автоматизацию операционных процессов. У работников этой зоны преобладают уникальные навыки – креативность, ловкость рук, изобретательность. Примеры таких профессий – дизайнер, аналитик, художник, журналист, ученый, таксист, добротница. Дословно, Кайфу Ли называет эту зону «человеческим фасадом», то есть важную роль в ней играет личность и мягкие навыки, в особенности коммуникация. Искусственный интеллект может выполнять основную часть работы, так как она достаточно структурированная. Однако доверие у клиентов вызывает именно человек, который представляет продукт или услугу, как бы это кощунственно ни звучало. К этой зоне относятся учителя, доктора общей практики, бариста, официанты, организаторы мероприятий. И, наконец, перейдем к безопасной зоне, в которой находятся профессии будущего, так сказать. Основной критерий этой зоны – это сложность автоматизации. Деятельность работников высокосоциальная, а среда – неструктурированная. То есть на первое место встает даже не интеллект человека, который можно заменить на искусственный, а эмоциональный интеллект, способность к эмпатии и стратегическое мышление. В эту зону попадают гендиректора, психотерапевты, адвокаты, предприниматели и, кстати, консультанты. Актуальными профессиями физического труда останутся парикмахеры-стилисты, соцработники, кинологи и аналогичные профессии с высокой степенью коммуникации. Мы не можем соревноваться с машинами в вычислительных мощностях, однако принятие нестандартных решений, некоторого рода инновации, все еще лежат на плечах человека. Отсюда становится недостаточно быть просто специалистом в узкой области. Необходимо развивать междисциплинарность, стратегические навыки, коммуникацию и систему постоянного обучения. В этом плане консалтинг – отличная школа для почти любого рода деятельности. Давайте поговорим более конкретно именно про сами профессии будущего. Профессии будущего – это не только что-то до сих пор невиданное и неизведанное. Среди них есть и классические профессии, существующие уже много лет, но получившие в последнее время принципиально новое содержание. Исследовательский институт Вышки приводит 25 наиболее востребованных профессий, которым можно объединить в 6 направлений. Первое. Эксперт в области науки, технологий и инноваций. В его компетенции входит следить за научными трендами, последними разработками и анализировать их. Еще разрабатывать и оценивать научно-технологические и инновационные стратегии. Услугами таких специалистов необходимы высокотехнологичным компаниям, органам государственной власти, а также международным организациям. Два. Менеджеры по формированию впечатлений. Эта профессия на стыке сразу нескольких специальностей – маркетолога, социолога, аналитика и экономиста. Бой, экономиста. Прежде всего, в гостинично-туристическом бизнесе. Три. Кураторы мультимедийных выставок. Они же культурологи, знающие толк в цифровых технологиях и маркетинге. Четыре. Физик-наноконструктор, который изучает структуру и свойства природы на самых разных уровнях, от элементарных частиц до Вселенной. Также инженер-исследователь в области наноэлектроники. Такой специалист разрабатывает и внедряет материалы и приборы в сфере электроники и наноэлектроники, применяя знания в области квантовой теории, физики твердого тела и нанотехнологии. При этом он же проводит самостоятельные научные исследования в этих областях. Пять. Трансформируются классические гуманитарные специальности и актуальными становятся дата-журналисты, компьютерные лингвисты и тьютеры-наставники. Шесть. Финансовые инженеры, которые знают все про блокчейн, а также современные приложения, мобильный банкинг и все прочее, могут дать ценные рекомендации. Если представленный список кажется вам недостаточно интересным, а душа просит перемен и чего-то действительно нового, посмотрите на этот любопытный список профессий, которые станут востребованными в ближайшее десятилетие. По мнению РБК. Специалист по биохакингу. Они учатся точечно управлять биохимией, ищут новые методы лечения сложных болезней и пытаются продлить жизнь. Платформа с открытым исходным кодом позволяет всем желающим использовать данные научного сообщества для любительских исследований в сфере молекулярной биологии. Ученые считают, что труд виртуальных биохакеров-фрилансеров будет оказывать большую практическую помощь в крупных исследованиях. Специалист по возрождению вымерших видов. Биотехнологам будущего придется восстанавливать окружающую среду. Растения, животные, микроорганизмы, в том числе обитатели планеты из далекого прошлого. Которые были важны для многих экосистем. Возрождать и реинтегрировать вымершие виды в их естественную среду обитания возможно с помощью ранее собранного генетического материала. Сити-фермер. Число городских жителей постоянно увеличивается, а потому выращивание овощей и фруктов скоро придется перенести с полей в мини-фермы на крышах и посадах многоэтажных домов. Так большие города смогут увеличить запасы продовольствия и обеспечить себя едой. Некоторые энтузиасты уже разбивают поднебесные сады и зеленые зоны, используя сложные методы гидропоники и вертикального земледелия. Адвокат по робоэтике. Совсем скоро миру потребуются специалисты, которые будут регулировать взаимоотношения между людьми, машинами и искусственным интеллектом. Например, адвокаты по робоэтике выяснят, кто должен отвечать за действия робота. А еще они установят меру наказания для машин, которые вышли из-под контроля. Космический гид. Совсем скоро человечество сможет начать освоение дальнего космоса, в том числе наладить регулярные туристические путешествия на орбиту. Орбита, правда, не дальний космос, но тем не менее. Как и в любом незнакомом месте, в космическом туре не помешает гид. Он поможет не только приспособиться к непривычным условиям, но и правильно подготовиться к предстоящему полету. Боди-дизайнер. Профессиональные боди-дизайнеры будут моделировать тела, помогая людям выглядеть именно так, как они мечтают. Готовые развиваться в этом направлении уже сегодня могут поступить на факультет молекулярной и клеточной биологии в Гарвардский университет или университет Дьюка на биомедицинскую инженерию. Хирург по увеличению памяти. Когда объем человеческой памяти будет заполнен, хирурги будущего смогут вживлять в мозг специальные компьютерные чипы. Берет так SSD-шники. Хоп в ухо! Такие микросхемы не только повысят емкость нашей памяти, но и позволят удалять негативные воспоминания, читать чужие мысли, лечить депрессии и паралич. Сегодня во всем мире активно ведутся разработки и испытания таких чипов. Билл, привет! Администраторы климата. Специалисты этого футуристического профиля смогут безопасно и эффективно регулировать климат планеты, обеспечивая благоприятные условия для поддержания экосистем и жизнедеятельности организма. А главное, они будут бороться с глобальным потеплением и его последствиями. Следить за тем, чтобы перенастройка погоды не навредила жителям других стран, станут сотрудники полиции по изменению погоды. Так что выбор действительно широкий. Главное развивать свои человеческие качества и выработать привычку делать это постоянно. Высшее образование останется необходимым с точки зрения базы, а узкая специализация теряет большое значение. Роботизация – это не столько угроза, сколько возможность найти работу по душе, например, в культурной или спортивной сфере или на стыке отраслей. Так что будущее обещает быть нескучным. До скорого!